Мне задают вопрос, а почему режим не решает эти проблемы? А почему этот режим не договаривается? Почему этот режим преследует одиноких женщин, беззащитных женщин? Вы знаете, вот Кунсулу, та женщина, которая выходила на акции протеста в Астане, ее буквально запреследовали. Поселок, где она проживает, заблокировали, на нее оказывали давление. И она вышла с призывами, что вот не надо выходить 15 числа на митинг. Я по этому поводу хотел бы сказать следующее. Во-первых, неправильно осуждать эту женщину. Она одна из сотен тысяч тех, кто прозябает в нищете. И она одна из тех, которая вышла на протест. И поэтому, когда она не получила массовую поддержку, когда десятки тысяч людей не защитили ее, конечно же, она не устояла. Она начала говорить, что вот давайте не выходить. Она испугана. Она испугана. А кто же из женщин может выдержать такие давления? Да, у нас есть сильные женщины, как Айгулек Берды, у которого мужа посадили. Она стала четырьмя детьми, но она получила поддержку от общества в разной форме и международную поддержку. Но получила поддержку именно потому, что она стояла. Кунсулу не смогла. Не будем давать ее обсуждать и помнить, что никуда не пропали сотни тысяч семей многодетных. Никуда не пропали сотни тысяч несчастных людей, которые хотят добиться перемен. Как я говорил, наша главная задача – это смена режима. Смена режима возможна, если мы наберем десятки тысяч сторонников. Значит, мы должны действовать.